Всем привет! Вы на канале СуперКит. Несмотря на то, что на моем канале вышло уже заметно больше 100 видео, про ноутбуки еще не было ни одного. Модель данного ноутбука HP Compact 6830S. Это не мой ноут, меня попросили немного почистить его, ну и посмотреть, что можно улучшить. Аппарат настолько старый, что обладает встроенным модемом для телефонной линии. Но, несмотря на это, он обладает очень важной отличительной особенностью, которая заставляет или, если по-другому сказать, оправдывает его использование. Диагональ экрана здесь 17 дюймов. Если смотреть в сторону новых 17-дюймовых, можете сами посмотреть стоимость таких диагоналей. Да и требования от него небольшие, взять в поездку, а там YouTube и серфинг по разным сайтам. Насколько я знаю, при покупке здесь была одна планка на 2 гигабайта АЗУ, которая здесь DDR2, и еще один слот под вторую планку. Эту самую вторую планку на те же 2 гигабайта уже давно установили. Если кому интересно будет, в описании будет ссылка на планки в 2 гигабайта, там где я сам покупал лично для апгрейда неттопа где-то с год назад. Ну а здесь имеется 4 гигабайта общей памяти. Не фонтан, но жить можно. В принципе, в ноутбучной памяти есть и 4 гигабайтные планки, но стоят они неадекватных сумм каких-то, что обессмысливает их покупку напрочь. Процессор Core2Duo P8400. Я посмотрел, какие процсы были для этой платформы, а здесь не распаянный проц, а установленный в слот, и пришел к выводу, что его особо не заменишь. Он почти максимальный в своей линейке, то есть выигрыш будет незначительней. А что-то более мощное сюда не установить, потому что ТДП более мощных процов выше, и как бы на этом все, так как систему охлаждения здесь не поменять. Вообще я из-за этого ненавижу ноуты, а в современных вообще ничего нельзя. Есть модели, где уже азура спаяна на системной плате, я уже не говорю про процессоры. Поэтому себе ноут возьму, если либо он ну очень дешево мне достанется, либо если реально нужен будет в поездку. Но в любом случае использовать его как основной комп не собираюсь. У меня много знакомых используют ноут как единственный комп, с объяснением, что комп некуда поставить. При этом живут в несколько комнатных квартирах. Хз, может они думают, что компы до сих пор выглядят так? А еще мне нравится объяснение, что его можно куда-то взять. Но при этом этот ноутбук годами стоит на столе в спальне. Так или иначе, это дело личное. Предлагаю вернуться к ноуту HP. Разборку я пропустил, потому что нудно разбирался с нею, но покажу сборку. Ненавижу, когда производители тулят разные винтики. Причем под разные отвертки и разной длины. Что было сложного? Просто сделать одинаковые винтики по периметру и пару винтиков по центру. Зачем делать какой-то тайный винтик около беспроводной Wi-Fi карты? Это все, видимо, делается для того, чтобы человек сам не разобрался и забил на возможность залезть вовнутрь. Тем не менее, после тазика чая, я таки разобрал его, убрал пыль и заменил батарейку. Потому что старая уже свое отжила. Очень неудобно реализован корпус. Для того, чтобы добраться до платы, нужно полностью все снять. Причем даже экраны динамики. Потому что провода к ним проложены по каналам верхней крышки так, что просто отсоединить их от платы недостаточно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но почистить я почистил, правда получается ничего не получилось с точки зрения обновки, как и сказал ранее проц бессмысленна, а память если рассуждать здраво максимальная. И тут я подумал, почему бы не поставить хотя бы пока временно сюда SSD и пусть владелец ноута оценит ноут с другой стороны. Благо мне пока не горит мой недавно купленный mSATA SSD и можно его установить для знакомства владельца ноута с SSD. Поэтому твердотельник пойдет на место винчестера, а винт на место DVD привода, стандартная схема для установки SSD в ноутбук. ПОДПИШИСЬ! 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 Ну что же, квест по сборке пройден, все выкрученные винтики были задействованы при сборке, значит собрал правильно. Также знать об этом дает отсутствие внешних механических деформаций корпуса. Установил винду и теперь перейдем к оценке возможностей. Сразу направляюсь в диспетчер устройств, в котором видны органы ноута и в частности его проц, упомянутый ранее, и оба устройства хранения информации винчестер и SSD. Кстати, я не менял термопасту, уже не раз упоминал, почему я просто так не меняю ее. Как видите, с температурами все в порядке, как для ноута и со старой. И да, я даже не знаю термопаста в этом ноутбуке или термопрокладка. Теперь несколько тестов в АИДе. Чтение из памяти. Запись в АЗУ. Тест CPU Queen. Свойства системы. Здесь видно, что память 4 гигабайта АЗУ и винда, естественно, 64-разрядная. Производительность по баллам такая. Кстати, с винчестером было так. Несмотря на SATA 2, система определила производительность SSD в 7,8 балла из 7,9. А сам SSD по скоростям показывает такие результаты в кристалл-дискмарке и такие в HD-Tune. Биос, кстати, как и у других компов HP, просто отвратный. Неудобный, нестандартный, максимально урезанный со своим личным входом через F10. Как же я обожаю в кавычках таких индивидуалистов. YouTube в разрешении 1920х1080 с 30 кадрами в секунду отнимает почти 100% ресурсов проца. Хотя все же чуть меньше. Тем не менее, это дает возможность говорить о том, что данный ноут все еще актуален. Лично мое наблюдение, YouTube это то, что покрывает нужды людей на 70-80%. А то и более. От того, что людям нужно вообще от компа. Ни один сервис более так не популярен. Но и это не все. Я показал загрузку проца при 1920х1080, а разрешение же экрана лишь 1440х900, что как бы вполне позволяет смело переключиться в режим видео 1280х720. А такое разрешение, в свою очередь, занимает и того меньше в напрягу проца. Как видно, лишь около 45-60%. Просто видео в разрешении 1920х1080 без YouTube запущенное через установленный проигрыватель еще меньше нагибает проц, лишь на уровне 20-25%. Если отбросить какую-то сверх потребность, то для серфа и просмотра видео данный ноут еще более чем жив. Отлично подойдет как комп для дороги взять на какое-нибудь море. А SSD добавит позитива в комфорте и отзывчивости. А там уже, как владелец оценит такое пользование, захочет и себе купит SSD. На примере загрузки с твердотельника и с винчестера показываю более ускоренную работу системы. Поверьте, точно так же все работает в сравнении и в других программах, например в том же браузере. Хоть именно в данном случае и не получилось сильно улучшить характеристики, потому что память уже без меня добавили, а проц менять бессмысленно, но все равно установленный лишь SSD заметно меняет отзывчивость и быстродействие. За счет кармана OptiBay можно не терять возможностей в емкости для файлов. Да и профилактика в виде замены батарейки и чистки пыли тоже не была лишней. 17 дюймов ноут не самая дешевая затрата сегодня, а этот еще послужит. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok